друзья всем привет планировала я конечно снять несколько несколько серий и рассказать о том как чувствует мои суккуленты себя под лампами после истечения там некоторого времени но так сложилось что от нехватки времени у меня просто вот это все мое желание но сместилась куда-то далеко-далеко и вот вторая часть которая планировалась выйти сразу за 1 она наверное это двинулась практически на месяц потому что пришла корея потом еще был привоз потом еще не помню чего там было в общем у меня даже руки не доходили до того чтобы просто полить нормально растение оборвать у них сухие листья уж не говорить о том что что-то там какое-то видео снять и сделать какой-то обзор но сегодня меня окончательно замучила совести я решила хотя бы две полки обобрать вот эту полку которую перед вами которые вы сейчас видите которые находятся перед вами в кадре вот эту полку я уже полила сухие листья ободрала там целых три горсти было сухих листьев вот там где-то пыль сдула где-то просмотрела каждая каждая расти розетку каждое растение и вот поставила все обратно ну наверное поспешила потому что если показывать делать обзор каждого растения то естественно я просто напросто не дотянусь до них ну давайте я вот расскажу сначала вот переднем плане потом составлю и подвину тот ярус наверное крайних и расскажу о них да хотелось еще сказать вот что несмотря на то что сейчас растение находится под лампами и лампы достаточно нормальной мощности не сказать что прям там супер пупер вот у меня на каждую лампу на каждую полку по две лампы 18 ватт ширина полки где-то 50 50 где-то 5 сантиметров 56 сантиметров где-то так и ширина это длина а ширина где-то сантиметров может быть 32 35 вот на этой на этой площади у меня расположено две лампы юниель но я про это снимал уже видео видео рассказывала об этом поэтому не буду очень задерживаться но просто хочу обратить ваше внимание на то что лампы все равно коротковатый вот ламп 56 сантиметров ширина полки вот здесь ширина полки тоже 56 сантиметров 55 но дело в том что полка стоит не вплотную к стене и здесь есть промежуток вот этот промежуток где-то равен 566 сантиметров потому что полка заканчивается вот здесь ведь у меня горшки горшок то вот он а растение она упирается вообще в стену и также и здесь и поэтому вот на эти 6 сантиметров по всей ширине полки освещение не хватает вот видно даже что вот эта часть освещена а дальше она находится в полумраке потому что ну так рассеянный свет этого для суккулента мало но это же самое вот в этой стороне точно также полка заканчивается то есть лампа заканчивается вот здесь вот и туда еще в бок но там еще не очень там хаворти и не особо много надо света и вот все те растения которые стоят туда галь на галерке они не очень себя хорошо чувствую в силу того что им достается мало света вот я хотела показать вам на примере липстика хеверия липстик вот так на погляд вроде нормально да но я вот заметила что она уже нижние листики при при пускает вот смотрите вот эти листья у нее опущены вот летом они были все вот так подняты прям вот все 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 топориком были ушки к верху сейчас нижний ярус листьев у нее опущен если она доживет до весны при таком количестве света то это будет не критично и когда она начнет допустим на улице получать большое количество света то эти листья у растений хватит сил чтобы эти листья поднялись к верху и внешний вид ее преобразился но про окрас я не говорю липстик конечно потеряла тоже окрас потому что я уже сказал что она стоит практически без света розетка крупная света ей мало вообще липстик она окрашивается липстик это помада в переводе и вот так она окрашивает листики прям вот действительно как вся обмазана красной краской но вот эти ведь первые листики то есть вот в которой в центре розетки видите они растут уже не обмазана ничем просто красные кончики это говорит о малой освещенности но бывают случаи когда недостаток освещения такой сильной что розетка полностью опускает листья то есть они у нее вообще вот так загинаются внутрь и все 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 весь вот этот ярус листьев центральный конечный ярус листьев вот все они начинают загинаться внутрь и чем меньше света тем больше вот это вот загнуть и и если она будет долго находиться в таком состоянии то даже самый мощный свет ее уже не исправит эту розетку то есть у нее не хватит сил чтобы поднять эти листья и возобновить свое свой красивый вид поэтому нужно следить за освещением за освещенностью обязательно чтобы иметь в коллекции ну нормальный вид своих растений ну про каждую наверное не буду говорить розетку я и где-то недели полторы назад я снимала видео говорила что я их полью от подур потому что меня достали эти подуры которые вот начинаешь поливать землю они прыгают я поливала их всю коллекцию пролила октарой но походу октара оказалась какая-то левая и подуры эти все равно как прыгали так и прыгают вот как можно их обнаружить очень быстро сухую почву поливаете и подуры сразу от воды начинают стремиться вверх по растению начинают ползать по ним по нижнему ярусу листьев начинают прыгать с растения на растение они безвредные не страшно ну просто они меня раздражают так еще я на них посмотрю недельки две и наверное я их полюблю такие стрекотухи я кстати прыжки у них до отвлеклась прыжки у них очень большие 20 сантиметров может быть 25 сантиметров размеры растения хотел сказать размер самого насекомого но где-то два миллиметра полтора один миллиметр ну зависимости от того какого возраста это насекомое и вот прыжки соотносительно раз их размеров очень-очень большие то есть если я правильно подсчитала вот два миллиметра давайте с вами вместе считать с математикой мне не очень хорошо два миллиметра подура и 20 сантиметров примерно у нее прыжок это где-то в сто раз она превышает свой размер при прыжке я вот так посчитала у меня рост метр шестьдесят пять если я при своем росте буду прыгать как подура их буду прыгать на километр шестьсот пятьдесят метров вы представляете спринтер какой ладно просмеялась все поехали дальше но я не знаю даже о чем рассказывать потому что время уже много прошло два месяца с того момента как я занесла их всех комнату и ну что-то изменилось что-то не изменилось вот лауленсис обдетилась конкретно я у нее уже сухие все листья пободрала детки эти стали видны кстати кому нужно могу продавать их потому что им тесновато уже вот этой материнской розетки очень тесновато они вообще кольцом окружили мамку кольцом там есть и побольше и поменьше детки вот я говорю сейчас возьму пинцет или кисточку что тут до чего-то минус я говорю вот об этой розетки лауленсис ставлю наверное ну хотела не обрабатывать но придется вставлять потому что какая она сейчас и какая она летом была конечно ну лето есть лето не сравнить вот дальше вот эхиверия франк фрэнк райнельд но это моя любовь моя прям такая любовь невероятная сейчас она намного лучше намного ярче чем летом потому что летом с некоторых растений да не с некоторых а наверное даже с большинства растений солнце выжигает окрас и окрас этот суккуленты возобновляют только под лампами вот это мой красавчик и хок я сегодня когда поливала ее заметила что у нее вот этот лист в регатный смотрите прям даже очень четко видно потому что без хлорофильные участки они окрашиваются в яркий свет и цвет в розовый в красный в малиновый и вот видно вот вот эта часть без хлорофильная прям пополам а вот эта часть зелененькая и вот здесь кусочек тоже в регатный вообще и хок очень интересное растение за ним очень интересно наблюдать это гибрид черного принца я не знаю кого с кем скрещивали но что один из родителей черный принц это 100 процентов не вот у нее такой интересный окрас такая интересная форма листьев но вообще конфетка мне очень нравится эта розетка прям вообще шикарная продажа по кстати тоже по моему есть и хок точно не помню но по моему оставалось две розетки или одна точно есть так это эхиверия кстати очень медленно на у меня растет наверное может быть и и грунт не нравится может быть еще что это эхиверия кэрол вот смотрите какие у нее какая изморозь на листьях но кэрол сейчас наверное стало чуть потемнее но кстати она очень засушенная сейчас на нее страшно смотреть она вам-то может быть не будет видно а мне вот у нее очень мягкие все листья она еще не напиталась и поэтому форма у нее тоже немножечко под сдутая и не очень эффектная такие скоро приедут розетки атоме вот в центре атоме ну что хочу сказать про атоме атоме конечно в колобочек сжимается только при большом количестве света при поливе она разворачивается потом она без полива когда стоит долго она начинает окрашивать листики и начинаем начинает сжиматься в колобок вот эти побеги справа подтянутые которые они у меня были под каким-то растением она стояла вообще у меня в углу и эти розеточки были скрыты листвой какого-то другого суккулента другой эхиверии и поэтому вот они такие вытянуты сейчас я поменяла растение местами чтобы она дальше не тянулись эти розетки и приходили в себя вот такая куртиночка крутая обожаю ее такие милашечки так с вот этой мадам у меня творится что-то неладное на листьях у нее ржавчина надо ее срочно срочно обрабатывать я это заметила еще кстати недели наверное две назад может быть и три назад и все сегодня завтра сегодня завтра но вообще я ее планировала срубить ей ногу потому что у нее очень длинная нога и она не очень такая хорошая может быть там земля и не нравится не знаю что с ней не так почему и так плохо вот и еще это ржавчина на нее прицепилась и вот мне нужно обработать ее фитоспорином ну или каким-то фунгицидом там максимом может быть и потом уже после этого через недельку ее срезать и переукоренить это эхиверия покупала я ее как эхиверия надулоза маруба бенни цуката с бородавками но ни одной бородавки я на ней за два года не увидела вот сейчас она вообще ну во первых ее солнце убило еще но не убила как бы загнала ее в такую стадию стагнации с которой она до сих пор не может вылезти в общем губительно для нее оказалось вот такое прямое солнце на котором она находилась все лето вот хотя она и находилась под кроной других растений все равно слишком жарко ей было но не нравятся ей такие условия надулоза кстати тоже приедут несколько штук не бородавчатые обычные надулозы но обычно надулоза это вот практически то же самое что перед вами только без бородавок это вот растение это черный принц я его покупала как черный принц но это гибрид ой гибрид это детка из листа от сильвер принца от варегатного черного принца вот одна розетка ну более менее нормальная вот которая слева зеленоватая а вот эта розетка она пришла ко мне без точки роста она долго находилась без точки роста потом резко выдала кучу листьев и вот сейчас она вообще становится не похожа на черного принца она даже скорее больше напоминает и хок но почерней у нее прям такой сливовый оттенок вот за такими уродцами мутантиками очень интересно наблюдать вот что из нее получится точки роста у нее не было вот что сейчас из нее получается я сначала думала что на креста тица потому что листья когда прорезался центр розетки листья стали бешено лезть просто пачкой и я подумала что это креста то но нет они быстренько скомпоновались приняли форму розетки и вот растут но не крупные не крупные так кого еще показать кто тут у нас поблизости это цветет ахиверия рамелеты что вообще не могу поймать свет то слишком ярко то слишком не знаю с какого глаз снять во вот ее настоящий цвет зеленый но сейчас она позеленела летом она конечно поярче кончики у нее покрасней но мне нравится ее форма одна розетка в продаже одна не в продаже вот она зацвела колокольчики такие рыжие красоте не смотрите какое изобилие красок люблю как цветут эхиверии особенно эхиверии у которых очень короткие цветоносы ну типа вот этой с короткими цветоносами что намного многие розетки с короткими цветоносами с большими топси турви с большими все бородавчатые вот вот эта подружка у меня приказала долго жить но ничего страшного тут есть детки которые будут расти то есть продолжение от нее следует ничего я и не заливала вот многих такое бывает стоит стоит розетка хопа еще то с ней не так а что с ней не так а вот что с ней не так вот у нее на стволе здесь образовалась гниль откуда она взялась эта гниль никто не знает именно на стволе и вот здесь у нее обвалились листья и я смотрю у нее уже наверное почернел ствол в общем надо сделать и операцию и посмотреть разговаривать эту дырку черную если там ловить нечего то башку ей снесу а если там есть чего ловить то просто пока попытаюсь эту гниль выцарапать до здоровых тканей и оставить пока так ну нет у меня просто место чтобы ее укоренить где-то отдельно в отдельном горшочке ну посмотрю может быть даже сюда заткну в этот горшок друзья сейчас к потерям отношусь ну ну помер и помер ну ладно ну еще будет ну-ка но не сегодня будет но когда-нибудь хорошо когда помер когда есть вот замена да вот она она уже растет молодая по поросли ну а когда помер и нет замены ну печально обидно ну ладно вот у меня погибла лау наверное там не знаю когда в апреле что ли ну и потом в июле наверное я себе купила еще одну вот она сейчас вот смотрите стала какая розовая если даже удивилась думаю блин какая же она розовая думаю уж не помирать ли ты собралась я ее тщательно обследовала нет вот просто она по ходу решила сейчас изменить свой оттенок цветоносище такое выбросила пузатый но я думаю что с мы с вами до нее дойдем ну вот друзья пододвинула еще один ярус не яруса второй ряд который находится к стеклу это вот лау лэнсис которую я вам издали показывала это вот франк райнельд поближе это вот моя красова пирамидалис вот она кстати пирамидалис вы представляете пирамидалис бывает такой толщины как храм будда я видела такую раскормленную пирамидалис вживую ну вот моя пока не очень жирная конечно пожирнела она у меня уже наверное полгода живет а может быть и больше летом она стагнировала на солнце вообще не росла в жаре вот сейчас она такая у меня макушки эти начинают раздваиваться и розоветь не хочу чтобы она росла поэтому поливаю очень-очень редко сегодня полила она такая прям вся мягкая при мягкая прям совсем мягкая ну согласитесь симпатичное растение да мне на очень нравится это торчит на на хуку мини от наны тоже есть детки кому надо но вообще деток очень много у меня сейчас хочу снять отдельное видео про деток а вот так смотрите как миленько цветет грабта питалом вот этот цветок грабта питалом а вот как отличают сорт суккулента друг от друга именно по цветению это самый основной признак вот такие цветки у всех грабта питаломов то есть соцветия если вы видели как цветет эхиверия и не раз это видели то конечно же не составит труда понять что вот это цветение совершенно другое что это не цветение хиверия это грабта питалом миндоза вот так он цветет прикольненький мне очень нравится он сам по себе мило милашечек такой пузатенький и цветочек смотрите какой тычинки такие яркие вообще яркие яркие блин еще резкости нету вот это уже давно цветет уже тычинок даже нет у него красных уже собрался цветать лампа там торчит мешает вот цветение поближе вот цветение хиверия но это утром и лето которое я вам показывал вот как же ее поняли снять смотрите абсолютно другой цветок во первых цвет отличается и строение цветоноса отличается и строи само строение цветка отличается совершенно разные вот это основное отличие видов суккулентов друг от друга так что у нас там дальше о ком можно рассказать вот этого товарища забыла как зовут не помню кореец конечно но как зовут его я забыла это вот тут подрастают детки пахиверия пахифитодии сварегата такие они прям тоже милашечки разноцветные такие прям замечательные малыши еще пока совсем вот ту мадам тоже не помню как зовут короче ничего не помню и биркин я так и не напишу чтобы так сделать умный вид искать читать одним глазом и произносить название вслух вот я сейчас не могу такой вид умный сделать потому что нет бирки лучше я уже говорила если передо мной положить бумажку и где будет написано 10 названий то я обязательно выберу правильное название вот от этой хивере из 10 но вот как зовут ее в данный момент я не помню ну это наверное склероз после 40 так это вот такая розовенькая грабтоверия сноу queen не растет с лета совершенно вот как я пересадила сюда она замерла мне конечно же это очень нравится я вообще желала чтоб мои все суккуленты были вот такого размера ей вроде нехорошо и неплохо на прозовела сейчас как поросеночек ну листики не такие интересные кстати в детках у меня таких тоже несколько растений но они могут измениться в детках у меня там очень много сп я даже не знаю как их зовут некоторых знаю некоторых нет поэтому от некоторых надо ждать побольше роста чтобы понять что это за растение это вот адромискус ауберджин мелочок люблю вообще все драмискус и любые такой классненький смотрите это какие ягодки что-то я давно его не привозила и нет сейчас их и даже их вот просматривала прайсы и нет прайсы вот на днях приедут мне на днях не знаю может быть через пять дней приедут литл сфероиды приедет коралл коралл ред и приедет приедет еще драмискус под названием корея вот он так назван не знаю что это за драмискус но я так думаю что это гибрид между вот этим адромискусом вот он это адромискус антидуркатум и и гибрид между литл сфероидом литл сфероида к сожалению у меня взрослого нет а есть у меня только куча детей вот они они ну тут не только литл сфероид вот красноватые эти это антидуркатумы и вот это детка это у меня элитная которая в правом углу это мне ее дали я ее буду растить и беречь как зенец ока а вот эти литлики они у меня вот они все пузатенькие где-то у меня был большой литл а вот он вот он большой ну самый большой из всех моих деток литл сфероид ну я просто рассказывал эту историю когда кошку меня раз в полгода поспит на вот этих саженцах сеянцах адромискусов это не сеянцы это детки из листа вот и все и им приходит капут и все начинаем сначала уже вот по третьему кругу вот эти вот детки принимаются это же какое-то безобразие просто так как чему начала я показывать эти адромискусы внизу а что гибрид да вот гибрид так это авония бумажная которая которая шуршащая это вообще замер и не собирается наверно даже расти мой любимчик как дочь у меня скажет черви это твой страшный черви это мой страшный самый классный страшный червь обалденный но он вообще не растет вот чуть-чуть у него за зиму за осень увеличились вот эти шишечки и все шишечки это вот основание вот эти это новые ответвления новые побеги вот они надулись все на стволе ну что-то грандиозное я думаю будет потому что вот они все созрели и если они все сейчас пойдут разом расти надо его наверное подкормить то он будет у меня очень пушистый так красу вот эту я конечно же не помню как зовут пушистенькая такая тоже бархатная много их летом было вот две себе оставила красотулька это вот детка тоже она в продаже это не помню как зовут но я никого не помню это я заказывала гибрид из украинской селекции еще года три наверное назад вот и теперь это от этой розетки от этой хаворти и детка не очень крупные стеклянные окна она похож на купере на окна у нее такие листья более плоские и окна у нее такие широкие прикольные это моя красула красула фокус не ловит вот сфокусировалась красула у меня это тоже уже месяцев наверное семь может быть шесть не знаю поливая ее редко тоже не хочу чтоб она росла и вот она сейчас так медленно-медленно выбрасывает из пазух детей прозовела прозовела от того что ей достаточно света и от того что ей у нее мало полива но она не вяла я бы сказала нормальная так ну и все наверное тут показала это это вот хивери апус которую мы с вами пересаживали там вдали телекадон был кольца еще один стоит который на продажу но он поживее моего выглядит но я не хочу менять свой ни на кого буду наблюдать как растет именно мой это вот грабтоверия сильверстар краснющая стала летом была не красная но тоже такая прям ядреная сочная салатового цвета она была да вот этой мадам тоже очень много деток она сейчас тут стоит можно сказать под притянкой на нее совершенно не попадает свет не вот только верхний ярус листиков начинает вот чуть-чуть окрашиваться это хиверия шавиана стректифлора гибрид летом она фиолетовая была она стояла на солнце очень много у нее тоже детей которых уже можно отделить это моя красота адрамискус кофебин смотрите какие ягодки ой вообще даже фотку сейчас сделала вот снимаю видео сделала фотку ну как мне нравится вообще все адрамискусы такие классные такие они невероятные мой адрамискус конечно он отличается от других кофебинов потому что у меня замученный но замученный он все равно выглядит так очень даже интересно ну вот как ягода действительно на макушке да это это убитое летом лето ее тоже ввело в полнейшую стагнацию перекрасила ее и до сих пор она вот такого цвета розового прям вообще ну красиво конечно но не знаю что с ней дальше будет варегатность она практически потеряла вот все многие варегатные растения они теряют свою варегатность при избыточном солнечном свете то есть от стресса они теряют хлорофилл я сказала варегатность да они наоборот становятся без хлорофильными то есть солнце разрушает хлорофилл вот у таких растений вот смотрите темные пятна это то что есть в растении из зеленых клеток вот так очень хорошо видно вот есть листья прям вообще полностью розовые это значит совершил вот этот вот крайний лист вот он он совершенно без зеленых клеток вот на этом наверное на кончике есть нет в центре на центре наверное есть да вот полоса видна то есть осталось по маханькой маханькой полосочки видите а вот этот лист вообще розовый и под ним тоже розовый то есть полностью без хлорофильных а без хлорофильные участки при ярком свете то есть белые клетки они окрашиваются в розовый цвет так это моя крестата эхиверия агавоидес ред крестата красоточка моя обожайчик мой у нее уже ножичка даже видна ну друзья вот рассказала а сейчас расскажу про литопса сейчас задвину полку наверное в последнем видео в комментариях девушка у меня спрашивала как чувствуют себя мои литопсы сейчас мои и которых я оставляла когда вот был большой привоз я себе оставляла там самых дохлых деток всех таких покоцанных ну в общем которые мне было стыдно продавать что с ними стало вот рассказываю что с ними стало это мои литопсы вот мои жертвесты смотрите какой литопсища огромный вот прям такой хороший хороший такой мясистый его пожимать можно мягкий кстати этот жертвестик он начинает тоже раздваиваться в прошлом году некоторые раздвоились а этот остался полинял и опять остался в этом году все таки вон там смотрите в глубине лезет второе тельце то есть вот одно мы видим полностью а второе там под листом то есть скоро на этом месте будет два гриба два литопса но линяют не дружно я вам скажу вот из всех смотрите раз два три четыре литопса линяют ай встань вот так вот видишь как хорошо вот эти линяют это вот один был вот он в прошлом году раздвоился эти все линяют этот линяет этот линяет тоже кстати раздваивается вот здесь вот два уже мы видим два вот этот раздваивается этот пока молчит это вот мой Вася тоже молчит пора уже давно ему линять это василий которого я подсаживала к этим литопсом когда он был совсем крохотульным и когда линяли вот эти я этого василия там чуть ли не из пипетки капала и шприца именно под корень чтобы другие растения влаги не видели то есть вот сейчас эти растения не поливаются недавно капала опять под васю потому что вася вот что-то не как линьку не хочет начинать ну и все и больше я пока их не вообще не буду поливать это тоже вот не хочет линять коробочки не завязались это вот сыпается видите пыльца с них тычинки ссыпаются но коробочка не завязались вот что-то с ними случилось вот с вот этими летом видите вот у них шутки вот эти вот как под загнили что ли не знаю в общем какой-то может быть вирус прицепился но вот молодые тельца лезут нормальные блестящие на них точечки вот сейчас эта шкура слезет страшные будут красавчики так но это были мои литопсы вот так вот я их прокручу чтоб все было видно зеленые тоже не хотят линять в этот раз зеленые литопсы приедут яркие такие зеленые тоже не часто встречаются ну а вот что стало с моими теми литопсами смотрите какие они стали классные не девушка сказала как они себя чувствуют я пошла глядеть как они себя чувствуют потому что я к ним заглядываю ними стоят на самом верху на четвертом ярусе без стула туда не залезешь стул подставлять каждый раз не будешь ну вот знаете я прям удивляюсь все принялись вот хотела показать вам сейчас покажу что хотела показать сейчас покажу в завершении вот видите вот тоже эти вот точки непонятно было загниют они не загниют что это такое вирус ли это или нет поэтому вот такие растения я не отправляла вот каждый маленький все равно с точкой здесь вот ствол тоже загнивал вот этого точно помню загнивал ствол вот ну гниль прекратилась сегодня я его вот так подрала нормально вроде где-то белый тоже был тут вообще при смерти ну вроде пока держится стоит жирненький мне кажется он даже линять скоро будет вот этот видно нет вот у него вот здесь все основание было гнилое но не гнилое какая-то сухая может быть гнили вот весь он такой по всему периметру и вот эти все вот со швами с какими-то рубцами вот все они такие вот ну короче каждый литовс вот какие-то желтые ну больные они были одним словом но пока держатся ничего нормально и кстати выросли выросли прям в два раза точно вот этот какой начал линять даже вот эти рыжие и второй тоже рыжий начал линять открываются и вот этот наверное скоро откроется на линьку и оставался тут один такой страшнючий на который совершенно не было надежды смотрите любови к жизни что делает вот он вот прям гнилой гнилой да вот он а на самом-то деле что это такое ну вот трещина это здесь была и гниль здесь была ну что мы с вами видим что это лезет новый литопс оттуда и так как здесь ему пробиться сквозь вот эту тонкую загнившую шкурку было легче то он полез здесь а это дырочка даже не раскрылась и она не раскроется просто я думаю он вылезет вытолкнет ее мне кажется ему надо помочь может быть сейчас ему помочь вуаля я ему помогла я его разодрала потому что знаете если он не пробьется если он боком не вылезет то здесь он уже не сможет не смог бы разорвать вот эту пластину и он бы начал или загнивать или как-нибудь деформироваться вот до конца я их не стала отрывать потому что это все таки вот эта старая шкурка это питание старые листья то вот листья литопса и там лезут листья молодые и это листья и старые листья это питание для молодых листьев вот сейчас эти ранки под затянутся и там влага все равно останется и этот литопс но вполне себе еще нормально сможет просуществовать пару месяцев вот на этих шкурках я все называю шкурки но это листи короче друзья вот вот такую сегодня мы с вами операцию сделали по спасению литопса я даже не подраз не подозревала я кстати это первый раз делала ну думаю с ним все будет окей вот так что удивительно живучие существа эти литопсы самое главное их не заливать и все с ними будет хорошо ну все друзья уже 40 минут я болтаю какой кошмар все всем спасибо за просмотр пока пока до новых встреч всем здоровья добра теплой зимы не морозной и снежно-снежной